Спортивно-патриотический фестиваль среди силовых структур собрал в одном месте учащихся средних школ и военно-патриотических классов, а также военнослужащих 38-й отдельно-гвардейской десантно-штурмовой бригады и 115-го зенитно-ракетного полка. Все они собрались в спортивном зале в воинской части не только для проведения спортивных соревнований и выявления лучших, но и для знакомства с такой нелегкой профессией. Это мероприятие для нас впервые, потому что в воинских частях служат очень много активистов нашей организации, поэтому мы решили провести мероприятие для них. Сегодня военнослужащие с различных частей поучаствуют в спортивных соревнованиях, будет и конкурс песни. Конечно, мы сюда привлекли еще и подрастающее поколение, это школьная молодежь, учащиеся патриотических классов, то есть это потенциальные люди, которые будут дальше служить в вооруженных силах Республики Беларусь. Для того, чтобы замотивировать всех участников на достижение высоких результатов, на мероприятии присутствовал генеральный директор футбольного клуба «Динамо Брест». Спортивно-патриотический фестиваль начался с поздравления в честь победы и завоевания титула чемпиона Беларуси Брестского футбольного клуба «Динамо Брест» и «Флужмоба» в эту честь. Моя цель – это немножко мотивировать ребят на достижение высоких спортивных результатов, прежде всего, каких-то жизненных успехов, скажем так, на примере наших ребят, которые стали чемпионами Беларуси по футболу в этом году. Перед началом спортивных состязаний у учащихся средней школы военно-патриотических классов была отличная возможность познакомиться поближе с историей и интересными фактами военной службы, а также со спецификой деятельности войск. А после знакомства настало время соревнований – разборка-сборка автомата Калашникова, подтягивания на перекладине, отжимания от пола и многое другое. «Было очень интересно, потому что такие соревнования среди бригад, когда мы были приглашены, это было в первый раз. И хотелось посмотреть, как это все происходит, показать хоть какую-то часть воинской службы, подготовить или кого-то может зацепить от военной службы, чтобы пойти в армию». «Много людей, интересное занятие. Это на самом деле правильно, потому что молодежь должна воспитываться так и заниматься спортом. Показывали маленьким курсантам, как разбирать, собирать автомат. Все прошло супер, малышам понравилось, они улыбались, им было интересно». Спортивно-патриотический фестиваль среди силовых структур позволил вовлечь подрастающую молодежь в активную армейскую жизнь и повысить мотивированность к дальнейшей службе в вооруженных силах Республики Беларусь. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.